Так, всем привет, вы на канале Crypto Commons, сходу лайк, подписка, колокольчик, всем респект, кто в ракете, но ракета что-то зачехпыхала немного, давайте посмотрим, что происходит, собственно, биток стучится у нас с вами в этот уровень 25 тысяч долларов, и вот-вот его пробьет, и получается, что ближайшие у нас уровни с вами сопротивления, ввиду того, что это была прошлая поддержка, это 28 900 примерно, вот это, эта зона, куда он, вероятно, сейчас пробьет, и, соответственно, вот предыдущая поддержка также, где-то здесь в районе 35 тысяч долларов, ребята, это уже сейчас, наверное, многие думают, как, у меня там ликвидация, у меня там 100 по шорту, нет, ребята, да, вот это примерный возврат к средним значениям, очень даже консервативный, который я жду, но дисклеймер, не финансовый совет, это всего лишь мое мнение, это мое предположение, и оно не исключает того, что внутри вот этих зеленых недельных свечек красивых, которые мы сейчас видим, будут очень сильные коррекции, и, допустим, если сейчас до хрена лонгистов налипнет, то, конечно же, мы можем увидеть что-то вот такое, хоп, типа Барта Симпсона очередного, да, там, с каким-то заколом, и потом только наверх уже в макро, опять же, таком тренде, поэтому тут надо быть осторожными, и если вы этим торгуете, то двигать стопы, я не знаю, либо уже просто выводить тело депозита и торговать на чистую прибыль, потому что я лично так и сделал, на битгете я сейчас стою, если вы меня внимательно смотрите, я вывел уже тело депозита, вывел уже второй раз его, на самом деле, снял прибыль, и сейчас стою на чистую прибыль, поэтому я себе могу позволить, даже если меня ликвиднет, но лучше так не делать. Смотрите, вот я уже по хаям на битгете впрыгнул в лайткоин, по локальным, заново, там, где у меня зона тейк профитов была, то есть я забрал прибыль, и решил, ну, куда я-ка встану еще на пробой, и пока вот эти две позиции в минусе. Но биток хорошо в плюсе, как вы видите, пол битка забрано, еще 0.6 в процессе, нереализованном. Напоминаю, что на битгете идет сейчас соревнование, еще 4 дня, вы можете все еще вступить по ссылке из описания, либо если вы уже там торгуете, то помните, что у нас подведение итогов, соответственно, через 4 дня, и вот эти вот призы будут распределяться. Мой P&L, короче, сбился, я сам себе сбил P&L, если вы помните, у меня был P&L 100, но он упал, потому что я вывел на спот, на битгете я из своих трейдов, биток вывел на спот, чтобы поменять его на лайток и линк, например, в инверсе. И вот когда я это сделал, он посчитал мне, как будто бы я, вот, совокупные депозиты, видите, я не вносил вообще таких депозитов, но он думает, что я вносил. Это те же самые деньги, на самом деле, просто прокрученные через спот, поэтому лайфхак в том, что не выводите на спот и обратно, если не хотите потерять свой P&L в соревновании. Вот, что еще, по приборной панели Бенджамина Коуэна, напоминаю вам, что мы все еще находимся на очень пригодных, на очень пригодных уровнях для покупок долгосрочных. Как видите, индикаторы риска и социальные метрики, все остальное показывает нам, что это еще далеко не пик рынка, да. А то, что мы развернулись, ну это очень похоже на то, смотрите, даже на дневке Candle Wave нам сигналит Buy и уверенные зеленые свечи Хайкинаши прут вот к следующему блоку ордеров, это, собственно, 30 тысяч долларов плюс-минус. И да, это напрашивается, опять же, это фигура, эта фигура в аптренде пробивается на, ну хотя бы вот так вот, как, это можно рассматривать как бычий флаг маленький, внутри большего бычьего флага, то есть, посмотрите, вот у нас тут есть один бычий флаг, да, с целью на 30 тысяч, грубо говоря, и есть больший вот такой вот бычий флаг, или там бычий вымпел, можете сказать, который тоже с целью куда-то на 32 тысячи, поэтому все смотрится вообще прям супер в лонг. Но, естественно, еще раз говорю, могут быть коррекции, вот смотрите, в моменте, что происходит, поэтому тут нужно, конечно, смотреть. TRDR, кстати, в этом плане очень неплохо нам отсигналил TRDR, ребята, вот здесь, кто помнит, он отсигналил на шорт и разгрузился, и сигнал тоже разгрузился, но кому надо, успели забрать вот это движение. А здесь, посмотрите, он отсигналил снова на крупнейшие, на крупные покупки, отсигналил снова на крупные покупки, и вот мы идем наверх, поэтому я думаю, что нет причин паниковать, смотрим опять же здесь за сигналом сверху, когда он покажет нам, что все, уперлись в продавца. А пока стоим по тренду, на Bybit тоже я стою, частично разгружался, выводил прибыль, что всегда вам говорю делать, потому что иначе смысла нет в трейдинге, что вы все равно будете сливать в какой-то момент. Так что пока прет, ребят, не забывайте выводить на холодильник, выводить фиат на жизнь, на себя и так далее. Удачный трейдинг с Bybit и CryptoCommons. Вы вообще в курсе, что эта штука происходит еще 7 дней? По ссылке из описания вы переходите по первой, крутите колесо, фортуны, если вы наш реферал, и получаете бонусы в USDT на свой торговый счет. Ребята, не забудьте проверить эту мазу. Вот, продолжаю держать половину позиций, и как видите, неплохая идея пока, потому что мы продолжаем движение наверх, опять же. По BitCash очень хорошо смотрится локально. Полка Дот тоже вон пробивается на дневках к нашим ремиткам. Эфир Классик все еще не улетел, кстати, относительно от своего нового дна, вот этого там в 20 долларов плюс-минус, 15-20 долларов. Лайток сейчас откатывается, посмотрите. В принципе, тоже Лайток ловить на откате, я не знаю, конечно, точно, куда он сходит, но... Если предположить, что вот это был локальный пик, то вот, смотрите, ну 0.38 FIBA, например, 82 бакса. Может быть, если он туда упадет, можно подбирать Лайткоин. Ну и Dash, кстати, посмотрите, как хорошо держится Dash. Я имею в виду последнее время. То есть он прямо от трендовой отскакивает, и от 30 уже вырос до 80 почти. И, кстати, смотрите, как он точно здесь уперся в это сопротивление, которое мы рисовали еще до этого. И вот сейчас рисует треугольник, который потенциально, конечно, может пробиться вниз и сходить на ретест, опять же, трендовый, или даже проколоть его. Поэтому по Dash нужно сейчас быть аккуратными. Вон, он может даже до моей ликвидации сходить. Я потому что уже 30 раз разгрузился и буду продолжать разгружаться по Dash по ходу пьесы. Чего я вам желаю, друзья мои. Все ссылочки в описании. Добавляйтесь к нам обязательно в Telegram. Там еще больше гораздо крутой, интересной движухи. Ну и вот смотрим, да, что SMP, конечно, SMP на 4-х часовике пробило поддержку и летит вниз. Поэтому, может быть, да, я не исключаю то, что сейчас мы увидим более какие-то затяжные коррекции, как и по SMP, так и по крипте, и по золоту, например. Вот, поэтому к этому будьте готовы. Но, кстати, крипта, посмотрите, она вообще в декорреляции с этим всем идет наверх. Это при том, что индекс доллара сходил вот на перехай, сопротивление, и сейчас снова идет вниз. Короче, у крипты все шансы, ребята, все козыри в рукаве. Поэтому давайте всем тузамуна, профитролей. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. С вас подписки, лайки, стопы, тейки. С нас хороший контент. И до следующей встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok